МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире Интера главные события среды. В подробностях меня зовут Владимир Андреевский. Украинские моряки судна Этель, захваченные в плен в Ливии, стали заложниками бизнес-разбора. Такую информацию сегодня подтвердил украинский МИД. И во всей этой истории неожиданно всплыло другое судно, пресловутая Фаина. Как оказалось, именно оно не довезло автомобилей ливийской стороне. Сейчас по иску иностранных бизнесменов сухогруз арестован в Ильичевске под Одессой. Андрей Анастасов разыскал его. Фаину мы обнаружили на территории Ильичевского судостроительного завода. Синие конструкции, которые виднеются вдалеке, как раз и принадлежат арестованному сухогрузу. На весь мир Фаина прославилась в 2008-м. Тогда сомалийские пираты захватили судно вместе с грузом военной техники для Кении и украинскими моряками. Эта история длилась долгих 4 месяца. И вот новый скандал. Из-за Фаины теперь в заложниках украинцы с другого корабля. Этель. И арестованная Фаина и захваченная Этель принадлежат одной и той же одесской фирме Альмар. В марте Фаина везла ливийским бизнесменам партию автомобилей. Но почему-то не довезла и разгрузилась в Ильичевске. Ливийцы обвинили украинскую фирму в том, что она продала один и тот же груз разным людям. Мне позвонил ливийский предприниматель. Они совершенно не понимают, кто же им вернет автомобили, деньги. В общем, кто им компенсирует все это дело. В генпрокуратуре нам сообщили сейчас по делу об исчезнувших с Фаиной автомобилях ведется расследование. Но сегодня давать комментарии не готовы. В одесской фирме тоже ничего не комментируют. Родственники 19 захваченных моряков бьют тревогу. Наши мужья к этому не причастны. Это есть проблема компании, а не наша. Пускай они разбираются уже со своими бизнесменами, сами с собой. А наших пускай ребят отпустят домой. С моряками родственники общаются только через СМС. Те пишут, еды и воды на судне хватит еще на полторы-две недели. И уже сегодня вечером в прессе появилась информация, что захватчики судна в Ливийском порту Бенгазе потребовали за освобождение украинских моряков выкуп в 9,5 миллионов долларов. Именно в такую сумму оценивают спорный груз автомобилей. С преступниками ведутся переговоры. Андрей Анастасов, Елена Гнесс, Валентина Ливийская. Подробности от телеканала Интер. Гонки со стрельбой под Одессой. Инцидент произошел на одной из пригородных трасс. Его зафиксировал видеорегистратор проезжавшей машины. Как видно на записи, водитель легковой иномарки грубо подрезает грузовой микроавтобус. Водитель последнего реагирует молниеносно. Достает пистолет и стреляет по легковушке. Затем жмет педаль газа и выпускает еще несколько пуль по машине обидчика. Милиция проводит проверку и ищет свидетелей этой стрельбы. Выгнать журналистов защитник бывшего борзнянского милиционера, которого обвиняют в покушении на убийство беременной односельчанки, избиение местного егеря, попросил удалить из зала суда прессу. Такое ходатайство он огласил сегодня. Что не должна слышать и видеть общественность, расскажет Людмила Горбач. Это одно из прошлых заседаний Нежинского суда по делу Сергея Ярошенко. Показания дают 10 свидетелей. Фото и видеосъемка запрещены, но журналистов в зал пустили. Сегодня адвокат подсудимого, экс-милиционера, просит удалить из зала всех представителей СМИ. Таким чином, через засобы массовой информации, отбывается выток информации, что до перебега судового процесса, меж дослежений, свечений, сведки. Прокурор, адвокат Оксаны Цыганок и даже судьи на стороне журналистов, мол, пересказывать услышанное можно. Во время прошлых заседаний сразу несколько людей рассказывали, видели, как утром 11 марта Сергей Ярошенко разъезжал по борзне на своей машине. Сегодня один из свидетелей заявил, это был не он, а его отец. Но когда начали задавать дополнительные вопросы, засомневался, в тот ли день все было. Сегодня в суде четыре свидетеля со стороны бывшего милиционера, но на показания под присягой согласились только трое. Жена подсудимого на отрез отказалась. В Нежинском суде в качестве свидетеля ждали и отца подсудимого Федора. Он не явился. Сегодня рассмотрение дела Сергея Ярошенко началось почти на полтора часа позже, чем было запланировано. Его защитники, адвокат Оксаны Цыганок, были в Черниговском операционном суде. Там слушают другое дело, в котором тоже фигурируют фамилии Ярошенко и Цыганок. Правда, речь о старших, о родителях Сергея и Оксаны. Они все еще судятся за долговую расписку на 120 тысяч гривен. Это якобы недостача в магазине Федора Ярошенко. И мужчина винит в этом свою бывшую работницу Любовь Цыганок. Адвокат женщины утверждает, Ярошенко старший не верит, что его сын мог напасть и жестоко изувечить беременную. Такие показания он сегодня дал в Черниговском суде. Он подтвердил свое свидание, которое давал на досудовом следствии, что его сын не причетен к освоению данного злочина. Возможно, Федор Ярошенко повторит эти же слова завтра в Нежинском суде. Сам бывший милиционер, которого обвиняют в покушении на убийство беременной и избиении борзнянского егеря, намерен давать показания только после всех свидетелей по делу. Людмила Горбачев, Евгений Каминский, подробности, телеканал Интер, Черниговская область. Защищать журналистов теперь будет прокуратура. Это обещание, данное сегодня президенту. В Генпрокуратуре отчитались, уже потребовали отменить решение местных советов и администрации, которые ущемляли права коммунальных редакций. А теперь еще и возьмутся за расследование уголовных производств, связанных со СМИ. Охота на нацистов. В Европе в разгаре кампания по поиску еще живых бывших охранников концлагерей и служивших в эскадронах смерти. За информацию о них обещано 25 тысяч евро. В Германии даже появились постеры кампании. Все детали у нашего европейского корреспондента Надежды Германской. Их разыскивает центр Симона Визенталя. В городах Германии накануне появились 2000 плакатов с призывами помочь в поимке бывших нацистских преступников. На постере фото концлагеря Освенцим. Из заголовок «Операция «Последний шанс-2». Еще телефон горячей линии за достоверные сведения обещают вознаграждение 25 тысяч евро». Организация занимается защитой прав человека, изучением Холокоста. И известно тем, что составило список самых разыскиваемых нацистских преступников в мире. Сейчас только в Германии проживают около 60 человек, которые, по мнению охотников за нацистами, заслуживают суда, за содеянное во время Второй мировой. Мы в основном обращаемся к жителям Германии. Помогите нам привлечь этих людей к ответственности. Они не заслуживают жить в мире и спокойствии. Любой, кто служил в лагерях смерти, любой, кто служил в опергруппах спецназначения, в карательных отрядах, всех их нужно привлечь к суду. Один из самых нашумевших процессов последних лет. Суд над Иваном Демельнюком, бывший охранник концлагеря Собибор, был приговорен к пяти годам тюрьмы. Он и скончался вскоре после вынесения вердикта в возрасте 91 года. В центре Резентали считают, что приговор Ивану Демельнюку – это прецедент, позволяющий возобновить сотни расследований и привлекать к суду людей с нацистским прошлым. Кроме Германии, информационную кампанию «Последний шанс-2» планируют также развернуть в некоторых странах Восточной и Западной Европы, а также в Прибалтике. Надежда Дерманская, Василий Трушковский. Подробности Европейское бюро телеканала «Интер». Народ заблокировал депутатов в парламенте. В Софии, столице Болгарии, более семи часов народные избранники провели в стенах законодательного собрания. Только со второй попытки спецназу удалось прорвать кордон и вывести депутатов из осады. Как все происходило, Андрей Борис. Народное собрание Болгарии ощутило на себе гнев народа. Несколько тысяч недовольных властью выстроили баррикады из стройматериалов и мусора на улицах у здания парламента. Там осталось около сотни депутатов, чиновников и журналистов. Полиция попробовала их вывести в бронированном автобусе, но люди заблокировали выезд транспорта. Пострадало около 20 человек. Лишь к утру прибыл спецназ. Силовикам удалось пробить кордон и вывести всех из осады. Мы ожидаем, что ситуация лишь будет накаляться. Этот кризис требует системного подхода, политического диалога. Болгары протестуют уже больше месяца. Называют правительство левых сил красным мусором. Обвиняют его в коррупции. Последней каплей стало назначение местного медиамагната Деляна Пеевский, главой службы безопасности страны. Люди увидели в этом предательство национальных интересов. Назначение отменили, но недовольные на улицах остались. Это правительство должно со дня на день уйти в отставку. Оно некомпетентно. Каждый день делает ошибки. Уже надоело терпеть. Это правительство пришло к власти на волне протестов против предыдущего. Людей возмущали высокие цены на коммунальные услуги. После досрочных выборов правую партию Герб сменили социалисты. Теперь же левые считают, что нынешние протесты – это происки гербовцев. То, что произошло вчера, не случайность. По-видимому, кто-то стремится к свержению правительства любой ценой и к проведению досрочных выборов. А сейчас социалисты больше боятся не столь оппонентов, сколь народного гнева. Митинги продолжаются, а парламент временно закрыт. Не хотят больше депутаты там ночевать. Андрей Борис, подробности, телеканал Интер. Глава полицовета УНА-УНСО Игорь Мазур подал сегодня в отставку добровольно. Не хочет дискредитировать организацию из-за видео, где он якобы торгуется о цене за прекращение Врадевского шествия. Сами жители Врадевки уже уличили другого общественного деятеля в попытке узурпировать права на движение. Подробнее Руслан Ермалюк. Еще вчера боевой командир УНА-УНСО и отставник уже сегодня Игорь Мазур сложил полномочия из-за скандала с Врадевским маршем. Я не могу вами керувати, пока я снова не доведу, что я достойный быть вашим командиром. Игорь Погорел вот из-за этого видео, снятого с крытой камерой. Здесь он с коллегой якобы пытается продать кому-то. Врадевский марш доторговались с 350 тысяч долларов до 100 тысяч. Мы хотели узнать, что же планируется. Мы вступили ясно в эту разговор и про финансы, и про все другое, потому что нам они пришли с пропозиции финансов. Сами же лидеры шествия и посеяли недоверие у людей, возглавившие его народные депутаты, без ведома самих участников, вошли помпезно в столицу. Колонны построились, без узгоджения с участниками Врадьевской ходьбы пошли. Теперь вместо одного, два врадьевских шествия, два лидера. И бог весть, сколько политических сил, каждая со своей целью. Пока врадьевцы сидят в центре столицы, за их спинами пытаются создать еще одно общественное движение. И снова без них. Он уже сегодня пытался использовать это имя для того, чтобы создать эту организацию. Мы будем продолжать это в Радьевском движении. Как оно будет называться? Не имеет значения. Кто будет лидером этого движения? Тоже для меня нет значения. Голодающие на Майдане пока никому из полицил примыкать не собираются. Сторонятся всех, никому не верят и ждут своего лидера. Василия Люборца, арестованного на 10 суток. Руслан Ермлюк, Валентин Беревич. Подробности. Телеканал Интер. В деле Игоря Индила неожиданный поворот. Сегодня в суде слушали главного свидетеля, друга погибшего Александра Хоменко. Именно он в тот вечер поехал в отделение вместе с Игорем Индила. По словам отца погибшего ранее Хоменко, рассказывал, как милиционеры избивали товарища. Но считает, что его запугали и он изменил показания. В ночь на 18 мая 2010 года Игоря Индила прямо из общежития забрали в райотдел. Туда, если верить камерам наблюдения, парень зашел своими ногами. Но уже через час самостоятельно передвигаться не мог. А утром родителям сообщили о смерти сына. На скамье подсудимых два милиционера, участковый и дежурный отделение. Одного из них приговорили к пяти годам условно, второго амнистировали. Это решение суда родители Игоря сейчас и оспаривают. Требуют справедливого наказания. 23 судьи были уволены в Украине за последние два года за нарушение присяги. Это данные исследования Центра политико-правовых реформ. Манти лишали в основном представителей местных судов. Причины увольнений разные. От затягивания в рассмотрении дел до привычки ходить на работу пьяным. Но судья за решеткой это редкость. Из 30 тысяч жалоб граждан на служителей Фемиды, лишь каждая сотая была удовлетворена. Такова статистика. Большинство таких судей-нарушителей на свои должности назначены пожизненно. В Египте арестован гражданин Украины по имени Рашид в курортном Шарм-Аль-Шейхе. Его задержали случайно. Машина попала в серьезную аварию. При обыске у Рашида нашли полицейскую и военную форму, флаги с религиозными лозунгами удостоверения сирийского маджахеда. Так утверждают египетские спецслужбы. Жена Рашида, гражданка Швеции, подтвердила, муж сражается на стороне сирийских боевиков. Подробнее Дмитрий Евчин. Прокуратура Египта начала расследование. У Рашида изъяли мобильную приставку, маркированную в Швеции для операций с банкоматами удостоверения члена сирийской экстремистской группировки. Кто такой Рашид, руководитель сирийской общины Украины Назих Удех не знает. На египетских сайтах он раскопал дополнительную информацию. У него нашли оружие некоторые, у него нашли карты, у него есть секретные какие-то карты. Назих уверен, парень готовил теракт. Именно террорист скрывается за формулировкой «сирийский маджахед». Это понятия религиозные, которые подменили. В Афганистане он называется террорист. В Сомали это террорист. В Европе, в Америке это террорист. В начале месяца в Египте в ходе военного переворота пал режим сторонника исламизма. Президента Мухаммеда Мурси. Теперь, считает Назих, сирийские террористы пытаются вернуть утраченные позиции. Террористы и группировки, которые действуют на территории Сирии против законной власти, они уже проигрывают. И понятно, что они ищут другое пространство. Рашид, может быть, кем угодно, размышляет Назих в международной террористической организации более 33 национальностей. Сейчас почти 200 французов воюют в Сирии. Не исключаю, что это был коренной украинец, из исламской общины Украины. Ну, это татары могут быть, это могут быть чеченцы, могут быть, которые проживают на территории... Ну, возможно, всякие любые варианты. Политолог Александр Полей считает, история с Рашидом – следствие глобализации. Все больше людей получают украинский паспорт, хотя с самой Украиной ничем не связано. Я считаю, что выходом из этой ситуации есть, ну, скажем, ускладение процедуры отримания украинского громадянства, чтобы люди, которые его отримывали, как это и в всех странах, как это и в России, в Соединенных Штатах, складали испыт с мовы, с истории и были, наконец, интегрованы в нашей стране. Новости о задержанном маджахеде с украинским паспортом, уверен политолог, по авторитету страны не ударят. Такие аналогичные ситуации выникают и с британскими громадянами, которые тоже привязаны к культурному контексту небританского, и с громадянами Соединенных Штатов. В МИДе говорят информацию об арестованном Рашиде проверяют. Отправили запрос властям Египта, но ответа пока нет. Дмитрий Евчин, Валентин Белич, Сергей Килынник. Подробности телеканал Интер. Есть ли законные основания для лечения Юлии Тимошенко за границей, или для этого нужно принимать специальные законы? С таким вопросом харьковские инвалиды обратились к специалистам. Шесть ведущих юристов, которые в свое время принимали участие в написании Конституции Украины, предоставили свои выводы на 15 страницах. Мы получили однозначный, конкретный, недвусмысленный ответ на наши вопросы. Первое. Действующее законодательство не предусматривает возможности для лечения за рубежом для лица, который отбывает наказание по приговору суда в уголовно-исполнительном учреждении. И второе. Специально разработанный механизм будет являться персонифицированной преференцией, которая не предусмотрена действующим законодательством Украины. И для того, чтобы обеспечить возможность лечения заключенной за границей, согласно выводам юристов, нужно внести изменения не только в законы Украины, но и в законы той страны, где будет лечиться экс-премьер. Поэтому харьковские инвалиды советуют Тимошенко лечиться в Украине с привлечением зарубежных врачей. Эдвард Сноуден хочет остаться в России. Об этом адвокат Анатолий Кучерена сообщил сегодня журналистам. В аэропорт Шереметьево правозащитник привез из Федеральной миграционной службы справку. Прошение о временном убежище господина Сноудена приняли к рассмотрению. Журналисты ждали беглого сотрудника ЦРУ на выходе из транзитной зоны аэропорта, но так и не дождались. Почему узнает Алла Челчева? Узник Шереметьево, как уже называют бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, сегодня с самого утра был на чемоданах. Он выписался из капсульного отеля и готовился покинуть аэропорт, а значит и пересечь российскую границу. Федеральная миграционная служба выдала ему специальную справку, с которой опальный американец якобы мог спокойно передвигаться по территории России, пока в ведомстве рассматривают его запрос о предоставлении временного убежища. Длиться это, кстати, может в течение трех месяцев. Аэропорт с самого утра оккупировали журналисты со всего мира. Они ждали Сноудена. Адвокат Анатолий Кучерина привез ему тот самый пакет документов, а вместе с ним джинсы, пару маек и томик Федора Достоевского преступления и наказания. Но после переговоров со Сноуденом к прессе вышел только адвокат. Эдварду никто ни в чем не отказал, но, к сожалению, та ситуация, которая сегодня сложилась, она действительно нестандартная для России. Надо учитывать бюрократию еще нашу. Поэтому документы пока находятся на рассмотрении. Он на сегодняшний день намерен оставаться в России. Он намерен изучать культуру России. По словам адвоката, долгожданная справка от Федеральной миграционной службы не дает Сноудену право пересекать границу, а значит и покидать транзитную зону аэропорта. Но, несмотря на это, похоже, что планы у американца насчет России довольно серьезные. Он намерен посмотреть страну и даже найти здесь работу. Напомню, что раньше российская шпионка Анна Чапман даже предлагала ему руку и сердце. Но главное – личная безопасность. Сноуден опасается, что любой перелет, любую точку мира может закончиться для него арестом. Алла Щелочева, Олег Минедомский. Подробности российское бюро телеканала «Интер», аэропорт Шереметьево. Скандал вокруг пикантных фото кандидатов мэра Нью-Йорка. Подробности далее, кроме того, вы увидите. Маленький принц в объятиях родителей. Как прошло знакомство королевской семьи с новорожденным? Президентские амбиции. Каковы шансы у Хиллари Клинтон стать хозяйкой Белого дома? Узники автомобилей. Все чаще родители забывают детей в машинах на солнцепеке. Как хотят решить проблему в Израиле? Скандал в разгар избирательной кампании мэра Нью-Йорка. Один из кандидантов, Энтони Виннер, рассылал малознакомым женщинам свои интимные фото. В этом он сам сознался после того, как сайт The Dirty в переводе «грязный» разместил его снимки. В интернете также опубликовали переписку политиков, в которой он рассказывал, как именно желает заняться сексом с его собеседницей. Виннер до скандала был фаворитом в гонке от демократов. Сам он засадеянно извинился и от участия в гонке отказываться не собирается. Я еще раз повторюсь, мне очень стыдно перед женой за то, что произошло и перед теми людьми, которые получали эти сообщения. Энтони совершил несколько ужасных ошибок, но пусть это останется только между нами. Я люблю его, верю в него, я простила его. И мы решили двигаться дальше. Два года назад Виннер уже попался на рассылки интимных фото. Тогда он покинул Конгресс США и зарекся больше этого не делать. Кто же, если не Хиллари? Следующим президентом США вполне может стать бывшая первая леди Хиллари Клинтон. В этом уверены ее сторонники, которые уже сейчас, за 4 года до выборов, открыли в Вашингтоне первый избирательный штаб. Сама миссис Клинтон по поводу своих амбиций пока хранит молчание. Каковы шансы у Хиллари, выяснил Дмитрий Анопченко. Чтобы понять политические предпочтения американцев, вовсе не нужно социсследования заказывать все написано на бамперах их автомобилей. К примеру, владелец этого Форда явно голосовал за республиканцев. Водитель этого серебристого доджа поддерживает Обаму и демократов. Вот и наклейка с прошлых выборов осталась. Ну а сейчас на бамперах жителей Вашингтона появились новые наклейки, которых раньше не видели. «Ready for Hillary» – «Мы готовы голосовать за Хиллари», написано на них. Казалось бы, до избирательной кампании еще 4 года. И сама миссис Клинтон о президентских амбициях пока не заявляла. Но ее реклама уже на каждом шагу. И на дешевых седанах, и на дорогих кабриолетах. Сотни конвертов с рекламными наклейками каждый день рассылают отсюда. Это первый в стране штаб сторонников «Хиллари». Работают всего пару дней. Волонтеров еще набирают. Пол завален пришедшими со всей страны заказами на кепки и майки со знакомым лицом на груди. А также на постеры. Их отдают лишь за лайк в социальной сети. Здесь уже полмиллиона сторонников, миссис Клинтон. Нет, нет, нет. Мы еще не знаем, какое решение она примет. Мы просто хотим показать, как много людей поддерживают эту идею. Несомненно, Хиллари сильнейший кандидат. Ей просто нужно время, чтобы взвесить все за и против. Сама миссис Клинтон держит интригу и на прямой вопрос, будет ли баллотироваться в 2016-м, пока отшучивается. Мол, очень надеется увидеть женщину в овальном кабинете. Еще при своей жизни. А вот политологи говорят, демократы не хотят потерять Белый дом после ухода Барака Обамы. И именно Хиллари Клинтон способна выиграть для них новые выборы. Она, по сути, единственный кандидат среди демократов, способный сплотить людей, вызвать энтузиазм, собрать голоса самых разных избирателей, в том числе и тех, кто голосовал когда-то против Обамы. К моменту выборов ей будет уже 69 лет. Да и здоровье уже не то, говорят скептики. На выборы явно захочет пойти нынешний второй человек в государстве, Джо Байден. Уверены те, кто вхож в коридоры власти. Но социсследования показывают, если бы голосование прошло сейчас, 55% американцев, сказали бы Хиллари, да. Многим импонирует ее открытость и твердый характер. Кто-то просто хочет, чтобы после двух веков патриархата страну впервые возглавила женщина. Да и супруг прибавляет очков. Ведь Билл Клинтон до сих пор остается для американцев самым популярным в новейшей истории президентом. Но выборы состоятся лишь через 4 года. А пока люди просто шлют письма в штаб ее сторонников. С просьбой и им прислать наклейку со словами «Мы готовы к приходу Хиллари». Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Дубинин. Подробности Американское бюро телеканала. Интер. Шесть лет тюрьмы с конфискацией имущества. Таковы решения суда Казахстана по двум руководителям департаментов госкомпании «Укрспецэкспорт». Украинцев признали виновными в даче взятки в особо крупных размерах. В январе этого года Александр Школяренко и Александр Хрулев в аэропорту Астаны передали 200 тысяч долларов бывшему начальнику главного управления вооружений казахской армии генерал-майору Алмазу Асенову. На лоббирование контрактов Асенова лишили воинского звания и дали 11 лет колонии строгого режима с конфискацией. Вот как в «Укрспецэкспорте» прокомментировали эту ситуацию. Напомню, «Укрспецэкспорт» занимается поставками военной техники отечественного производства за рубеж, по данным казахских СМИ. Украинцы дали взятку за содействие в получении заказов на ремонт самолетов. В Либерии выдали ордер на арест бывшего замглавы Госрезерва Украины Виктора Бречко. Обвиняют в хищении имущества и контрабанде драгоценностей. При этом в украинской прессе уже говорят, что Бречко, как владелец дома в пригороде Парижа, пытается получить французское гражданство и избежать наказания, прикрываясь лозунгами о политических преследованиях. Ситуацию с бывшим чиновником прокомментировал его экс-начальник и сосед Евгений Червоненко. Кроме Бречко, в контрабанде подозреваются и два украинских миротворца в Либерии. Втроем они проворачивали финансовые схемы, прикрываясь миротворческой миссией в этой стране. Халатные отношения. В Израиле с начала года уже несколько детей погибли в закрытых машинах. В большинстве случаев их оставили там собственные родители. Проблема становится настолько серьезной, что решать ее взялись на законодательном уровне. Подробности у Сергея Услендера. Истории одна страшнее другой. Случаи, когда детей забывают в машинах, повторяются с ужасающей регулярностью. И вот три только за прошедшую неделю. Два ребенка погибли. Всю страну потрясла трагедия трехлетней Тали, которую забыл в машине водитель автобуса детского сада. Девочка умерла. Вот простой и очень наглядный эксперимент. Полчаса назад я выключил двигатель и ушел домой. До этого в машине на полную мощность работал кондиционер. На детском кресле я оставил термометр. За 30 минут он нагрелся до 52 градусов. Это предел его шкалы. Наверняка температура еще выше. А теперь представьте, что на этом кресле вместо термометра сидит ребенок, намертво пристегнутый ремнями, который не может освободиться, который не в состоянии позвать на помощь. Если его не найдут в течение часа, он обречен на медленную и мучительную смерть. Неумолимая статистика гласит, чаще всего детей забывают мужчины. Причем, по мнению специалистов, это не связано с извечной мужской несобранностью. Современные отцы, они более активны в воспитании детей. Больше на себя берут различных обязанностей. И больше проводят времени с детьми. В частности, занятой транспортировкой детей. Я думаю, что именно поэтому это и произошло с отцами. Однако детям от выводов психологов не легче. Дошло до того, что в парламенте собиралась специальная комиссия, которая пытается придумать, как избежать трагедии. Депутаты продвигают закон, по которому воспитатели детских садов будут отвечать за безопасность малышей. Им вменят в обязанность узнавать у родителей, где ребенок, почему его нет в саду. Персонал от такого законопроекта, мягко говоря, в недоумении. Я начинаю звонить, когда дети садятся на завтрак в полдевятого утра, а обычно заканчиваю им звонить к 11 часам утра. Потому что они просто не включают телефоны. Они говорят, ну мы не спали ночью. Вот я так понимаю, что в саду, где 35 детей, как бы в саду в государственном, воспитатели будут заниматься исключительно обзвонок детей. Правительство собирается обязать автовладельцев оборудовать машины особой сигнализацией, которая покажет, что в салоне кто-то есть. Понятно, что автопроизводители никогда не согласятся устанавливать такие системы, иначе ответственность за забытых детей ляжет на них. Инженер Ори придумал свой способ – ремешок, который не позволит бездумно покинуть машину. Очень просто. Пристегнул ключ и вытащить его не сможешь, пока не отстегнешь ремень. Это своего рода напоминание, что в машине кто-то есть, кого ты должен забрать. Но поможет ли это изобретение и будущий закон нерадивым родителям – вот вопрос. Ничто не остановит замороченного работой папу, у которого звонит телефон, отстегнуть ремешок и убежать в офис. У этой проблемы есть только одно решение, и это – родительское ответственность. Сергей Услендер. Подробности. Ближневосточное бюро. Телеканал «Интер». Будущего правителя Великобритании навестила королева. Молодые родители принц Уильям и герцогиня Кейт приняли Елизавету II в своей официальной резиденции. Также со своим первым племянником познакомился и младший брат Уильяма принц Гарри. С подробностями Светлана Чернецкая. Это первая ночь, которую Вильям, Кейт и новорожденный принц провели не в больнице и без помощи медперсонала у себя в официальной резиденции в Кенсингтонском дворце. Молодую маму и малыша отпустили домой уже через сутки после родов, конечно же, тщательно обследовав. Появление на публике венциносной семьи вызвало настоящую истерию. Эти кадры за несколько минут облетели весь мир. Фотографы ловили первое шевеление ручки маленького принца. Многие телеканалы вели прямую трансляцию у стен госпиталя. У него очень хорошие легкие, это точно. Он большой мальчик, достаточно тяжелый. И мы все еще думаем над именем. Еще в больнице внука навестили бабушкой и дедушке, а сегодня в Кенсингтонский дворец приехала сама ее величество. Королева Елизавета II решила поскорее познакомиться со своим третьим правнуком. Прадедушка приехать не смог. 92-летний принц Филипп все еще восстанавливается после операции на брюшной полости. Это был получасовой частный визит. И неизвестно, дала ли королева советы по поводу имени наследника. Сама она думала целый месяц перед тем, как выбрать имя своему первенцу, принцу Чарльзу, дедушке малыша. Отец новорожденного Вильям тоже получил имя только через неделю. Сама молодая пара сегодня сбежала от лондонской суеты. Этот дворец еще и музей, здесь всегда много туристов. Кейт и Вильям отправились с малышом в поместье Миддлтонов, в пригороде Лондона. Родители Кейты станут главными помощниками в первые дни после рождения. Тем более, что пара отказалась от королевской традиции привлечь няню к воспитанию принца. Светлана Чернецкая, Иван Ермаков. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. И буквально только что стало известно, что наследнику британского престола дали имя. Как подсказывает мне редактор, новорожденного назвали Георг Александр Луис. Об этом официально сообщил королевский двор. Украина отмечает 1025 годовщину Крещения Руси. В столице официальные мероприятия начались сегодня и продлятся до конца недели. В субботу в Киев приедут главы пяти государств, представители всех православных церквей Миллера, а в центре столицы состоится праздничный концерт. На двух сценах выступят духовные хоры российские и украинские музыкальные коллективы. В завершение гости споют вместе с кубанским казачьим хором. Слово «крещение» означает слово «просвещение». Поэтому кроме каких-то развлекательных концертных номеров, основу концерта составит пять сюжетов, четырехминутных. Это достаточно очень честные, порой жесткие оценки того, что происходило с нами, нашей истории, день сегодняшний и такая попытка заглянуть в день завтрашний. Такими были события среды 24 июля. Хорошего вечера. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова